Буэнос диас, амигос. 2013 год в русском роке – это очередная черная дата в истории нашей музыки. Дата, которая ознаменовала собой тотальное анальное забвение того рока, который мы увеличаем русским. Ролик будет достаточно большим, сказать нужно многое. Если вы смотрите выпуск на ютубе, знайте, перед вами кастрированная версия ностальгии про рока 2013, так как самая демократичная площадка во всем интернете наплодила такое количество ограничений, что приходится запикивать слово «жопа», иначе очередные гендерные меньшинства обидятся, ведь продавливают диван они не жопой, а седалищем, не врубаясь, что это слова-синонимы. К чему это я? А к тому, что режиссерская версия этого и всех остальных роликов из серии «Ностальгия пророка» находится на моем бусте. По минимальной подписке вы откроете сразу все и вся. Там никакой цензуры. Свалившие из страны Макаревичи получают там по первое число. Выражений я не подбираю, описывая их вяканье из-за бугра. Ссылка на мой бусте в описании и первым комментарием под видео. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 2013 год запомнился падением уже ставшего легендарным Челябинского метеорита. В результате взрыва этого космического тела вышибло стекла аж в 7 тысячах зданий. На 68 году жизни откинулся опальный олигарх Борис Березовский, а Владимир Путин развелся со своей женой Людмилой. Вместе они прожили почти 30 лет. Будущего кумира малолетних дебилов Алексея Навального едво не закрыли на 5 лет захищения лесопродукции в особо мелких, в кавычках, размерах. Кумиру повезло, срок оказался условным. Повезло и Ходорковскому. Путин лично подписал приказ о помиловании бывшего владельца Юкоса. После 10-летнего полирования задницей тюремных нар Ходорковский вышел на свободу и сразу же свалил в Германию. Сборная России заняла первое место в отборочной группе и попала на чемпионат мира в Бразилии. Подопечные Фабио Капелло обошли мощную Португалию и начали готовиться к очередному позорному вылету с чемпионата еще на групповой стадии. Как побеждать на чемпионатах мира показала сборная России по пляжному футболу. Причем в 2013-м пляжники взяли свой второй подряд чемпионский кубок. Даже юноши утерли нос главной сборной России по футболу. Пацаны взяли и выиграли Евро-2013. Александр Поветкин был деклассирован Владимиром Кличко. Витязь несколько раз падал на канвас, проиграв в итоге все 12 раундов. А вот мужская сборная России по волейболу в доминирующем стиле выиграла чемпионат Европы. Кино окончательно захватили супергеройские помои для олигофренов. А также бабы снова и снова спасающие мир, покоряющие космос и так далее. Миллиард 200 миллионов долларов собрал очередной даунистический фильм «Железный человек 3». Хм, Дауни, играющий в даунистическом фильме. Судьба не лишена юмора. Он не подводил. С мужиками такое случается. Не часто, один разок из пяти. Сотни миллионов баксов загребли всякие торы, человек из стали, голодные игры с очередным форсажем. В России было и того хуже. Крайне талантливый сын великого режиссера Сергея Бондарчука снял вопиюще зловонное говнище с названием «Сталинград». О чем фильм «Сталинград»? Как шесть чуваков сидят в руинах и ждут, когда кончится 30 миллионов. Это неплохо. Уверен, что фильм Бондарчука «Сталинград» как и положено говно. Посмотри на Лысого. Какой нах из него режиссер? Бондарчук – это наглядная демонстрация отдыха природы на детях. Просто сравните эту пародию на фильм о Великой Отечественной войне с картинами «Отца», «Судьба человека» и «Они сражались за Родину». Недаром говорят, что природа отдыхает на детях великих. Ты, сволочь, раздолбанная корыта! Ты воюешь или как? Че вовремя не стрелял? Я? Ты? Увидел ее? Бей слету! Мне он тут мертвый нужен, а не пленный! Бей его! Пока он руки вверх не успел поднять! Да я по коленям! В лодку! Все придумал, поганый укроп! Не забыли отечественные киноделы и о елках, склепав третью часть, которая очень зашла тупому быдлу. Еще дебилам очень понравилась Санина с названием «Горько». Ну, для них это и снимали, дебилам же нужно что-то смотреть. А одиночество, сволочь, есть? Нет. Сука, че за порядки такие? А че есть? Бьен, Шакира. Не, братан, ты не понял, музыка какая есть? Ухаре! Одиночество, сволочь! Одиночество, скука! Хороших фильмов в 2013-м особо и не вспомнишь. Второй Хоббит неплох, но бесконечная компьютерная графика превратила и его в мыльную экшен-дрочь для особо одаренных среди среднедебильных. Добротной картиной стал Джанго «Освобожденный» Квентина Тарантино. Обливион с Томом Крузом немного напомнил старые добрые фантастические фильмы типа «Крикунов», как и прилизанная война миров Z, заставившая вспомнить культовый рассвет мертвецов. Добротной картиной «Освобожденный» Смотрел первые две части и словил то самое ностальджи. Алексей Горшенёв выпустил сольный альбом на стихи Есенина «Смерть поэта». Работа откровенно слабее по мелодике, нежели душа поэта, вышедшая годом ранее. Особенно пострадал ответ матери, который должен был быть максимально трагичным. Алексей же сделал один из самых тёмных стихов великого русского поэта неприглядным, с уклоном в заурядность. Особенно порадовали клавишные вставки а-ля «Мама, я купил синтезатор за тысячу рублей и в первый же день научился играть, как Кен Хенсли, в свои лучшие годы». Вообще, Алексей именно в 2013-м начал своё медленное, но верное падение вниз в творческом плане. Да, ещё случился альбом «Артист», хотя и к нему множество претензий, но они меркнут, глядя на тот пиздец, который Лёша творит в наше время. Главное, не забывайте, что папа любит эту суку. Анимация на волне успеха песни «Родина» выпустила альбом «Продано на всё», куда вошли вторые их песни по популярности «Ванька» и «Черта». Именно эти альбомы обеспечивают более миллиона прослушиваний в месяц на Яндекс.Музыке. Пластинки хорошие, советую всем любителям канонического русского рока. То, что вы делаете, многие называют социальным роком. Вы бы это также охарактеризовали или как-то иначе? Ну, хватает там, конечно, социалки, безусловно. Я это охарактеризовал уже, я назвал это бытописью. Вот. И мне кажется, что вот это понятие отражает максимально то, что мы делаем. А было ли так, что, допустим, где-то на какой-то площадке к вам подходили и говорили, «Ребят, вот это будет, наверное, лишнее, давайте сегодня это не играйте, как-то, ну, немножко перебор будет?» Нет, никогда не было. Мы себя очень корректно, как мне кажется, ведём. У нас на концертах, как правило, особенно в столицах, бывает очень много семей с детьми, с маленькими. Они сидят на плечах и вот это, наверное, самая большая похвала коллективу, к которому можно прийти и всей семье отдохнуть. Канонический русский панк выдал бригадный подряд. Группа очень давно не выдавала хитов и тут, опа, появились гитары и Питер рок-н-ролл. В Питере даже оба горшка спели свои парты, как и Илья Чёрт. В целом альбом очень непримечательный и неинтересный, если из него убрать эти два хита. Интересных мелодических ходов нет, потому что эти самые мелодии хромают на обе ноги, запоминающиеся партии также отсутствуют. ПЕСНЯ Пилот в 2013-м пришел к полной гармонической стабильности. Парни выпустили очередной бесполезный альбом, где соседствуют шансоноватые песни типа эгегейской, которые вообще нельзя выпускать в свет, разве что в сайт-проекте, со средненькими треками типа «Сердце машины», считающимися на тотальном безрыбье хитами-мастодонтами. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Девочка-инагент выпустила свой шестой альбом «Жить в твоей голове». Работа, мягко так скажем, не очень. Кстати, когда мне говорят, дескать, нечего лепить свое субъективное мнение везде и всюду, так как альбом «Жить в твоей голове» прекрасен, гениален и вообще лучший в дискографии припевочке, я отвечу одно. Зайдите на Яндекс.Музыку и посмотрите список лучших песен. В ТОП-50 только два трека из этого альбома. Один на шестнадцатом месте, второй на сорок девятом. Если что, Яндекс.Музыку слушает народ, и что-то он не тащится от великого альбома девочки-инагента. Хотя смысл пояснять что-то имбецилом, они же все равно ничего не поймут, не так ли? Абсолютно такая же ситуация с пластинкой «Сосматросу мумий тролля». В ТОП-100 песен на Яндекс.Музыке только три трека из этого альбома. Четвертый троллейбус на тридцать втором, «Странные игры» на шестьдесят третьем и «Десерты» на восемьдесят шестом. Знаете, почему так произошло? Потому что альбом «Фуфло» — сплошная электронщина, не подкрепленная сильными мелодиями. Так, лишь бы что выпустить. Типа, вот видите, я же работаю, альбом записал. Интересно, они и сами понимают, что скатываются на нижнее днище Нижнего Ада. Мы прочитали, что вы собираетесь с вашей группой отправиться в 2013, кажется, году в кругосветное путешествие. Да, совершенно право. В него мы уже отправились на парусном судне «Седов», как в старые добрые времена. Это, наверное, одно из самых больших парусных судов прошлого века, которое функционирует в наши дни. Мы отправились в Санкт-Петербург вместе с Барком, побывали уже в Финляндии, Германии, прибалтийских странах этим летом. Сейчас судно делает переход через Атлантику, вот, поэтому мы пока сошли на берег и присоединимся к ним во Владивостоке, вот, этой зимой, для того, чтобы посетить Корею, Японию, Китай, Индию и даже Южную Африку. Надеюсь, по поводу той же Яндекс.Музыки вам все понятно. Если вы не согласны с каким-то моим суждением, милости просим в Яндекс. Там глаз народа. Понятное дело, основной массе могут и не зайти действительно гениальные произведения. Например, песня «Насекомые» Летова находится аж на 271-м месте в этой самой Яндекс.Музыке. Хотя трек входит в топ-10 самых гениальных текстов Егора, да и мелодия там подстать. Мы же говорим о нереальной хитовости того или иного альбома. Как пример «Саботаж» от любителя продавать свои автографы по 1000 рублей. В комментариях под прошлым видео некоторые уникумы верещали, дескать, «Саботаж» очень котируется в рядах любителей Алисы, чуть ли не как «Шабаш» с блоком «Ада». Вот только в топ-100 песен Панфилова всего один трек из этого вашего «Саботажа». Так что даже Алиса Маны не слушают это фуфло. И последнее. Яндекс.Музыку я всего лишь привёл в пример. Судить по ней довольно сложно, ведь может выйти новый альбом. Альбом отвратительно слабый, но из-за того, что все его ринулись слушать, новинка ж как-никак. Он может всем составом залететь в топ-20 лучших песен. А может даже и в топ-10. Короче, лучше всего слушайте Сапрыкина, так как он самый умный, объективный и вообще лучше него не сыскать на белом свете. Да, а ещё я обаятельный, привлекательный и харизматичный. Ёпте. Вот и показал свою я слабость Чего не сделал никогда Боже, как же я устал её любить. Калинов Мост второй год подряд решил отметиться альбомом. Контра получилось прям блюзанутым блюзом по стилистике. Ни одной песни мне не захотелось переслушать ещё раз. Ревякин верен себе. Тексты ноги поломаешь, пока разберёшься, что он хотел донести до слушателя. Мелодии, мотив по-вашему, не запоминаются, так как похожи друг на друга. Плюс-минус одинаковым унынием. А вокал, как всегда, протяжен даже там, где это вообще не нужно. То, что мы делали своё дело, не отвлекаясь, несмотря ни на что, ни на какие беды, провалы, спады, подъёмы. Мы всё равно старались записывать музыку, старались сделать это качественно. Ну, пожалуй, и всё. И всё. А концертная деятельность, она, ну, она, конечно, всегда оставляла желать лучшего. То есть у нас не было там каких-то там безумных, ну, знаете, там, как у музыкантов, как у Наутилуса, у того же, да. Но это как бы Наутилус понятное. Вот. А у нас наша история, она, ну, она и хороша тем, что она наша. Группа «Разные люди» выдала последний на данный момент альбом «Чернец». Название придумал Вадим Курылёв, наиболее известный по своим выступлениям в составе ДДТ. Думаю, не стоит говорить, что чего-то выдающегося вы не услышите на этой пластинке. Это русский рок в худших его проявлениях. Местами бардовщину прикрыли утяжелёнными гитарками, типа «Вау, мы металл сделали», а местами её не прикрывали. Короче, даже средненькие супер-бизоны с субмарины и песни взрослого человека кажутся на фоне этого альбома мировыми хитами. Игорь Растеряев под аккомпанемент классической гитары спел песни дяди Васи Мохова «Чистой воды бардовская костровая романтика, от которой я невероятно далёк». Кто любит эти ваши изгибы жёлтых гитар, обязательно к прослушиванию. Месяц в окно заглянул, на руках у мамки я крепко уснул. Снилось, как у печки зажмурился кот, и бабуня пряжа на прялке придёт. И бабуня пряжа на прялке придёт. Чаев, молчавший четыре года, разродился пластинкой «Кино, вино и домино». Очень классно всё сыграно, аранжировано, интересные партии, заигрыши с блюзом и рок-н-роллом, всё качественно и профессионально, но слушать невозможно эту тягомотину. Я очень хорошо отношусь к шахрину и компании, но последней их работы невозможно вытерпеть без возгласа. Блять, да когда же кончится этот пресный, монотонный, тоскливый, муторный, беспросветный альбом? Он дорвутся своими женщинами и детьми раздражал ещё больше. Прям на чистой воды шансон на рок-копопс. Если не верите, вспомните, что я говорил про Яндекс.Музыку. «Знаки» второй год подряд выпустили альбом «Добро пожаловать в мой мир» довольно неплох для группы «Знаки». Задорные мелодии, придурковатые тексты, джиджишные гитарки. Что ещё нужно, чтоб не заснуть за рулём в дальней дороге? Верь мне, сияния всё напрасно вообще хорошо зашли. Если слушать этот альбом статично, например, лёжа на диване, тут не знаю, может и не зайти. А часто ли какие-то совместно созданные творения забраковываются и отправляются в ути? Совместно с кем? Ну, наверное, в группе вы же не один создаёте это всё. Вам помогают. Ну, у нас я, в общем-то, не очень такой, не очень продуктивный, да? Так. Ну, неважно. В моей ситуации как? Я делаю текст, если он мне не нравится, я его, в принципе, не показываю. То есть я понимаю, что если он мне не нравится, то, скорее всего, он, даже если всем остальным музыкантам понравится, то кому-то, 1,5 населения, которое это услышит, ей не понравится, потому что я 1,5 из групп, которая будет играть, мне уже не нравится. Вот, поэтому в группе я приношу песни только те, которые я считаю, что 100% это то, что нужно. Вот. А у ребят, по-моему, просто выбора не остаётся, потому что я за весь год 12 штук им принёс, а альбом надо выпускать. Альбом надо делать. Да. И они говорят, ну, давайте хотя бы как-нибудь переделаем по музыке. Роковой карнавал группы «Князь» вышел ещё хуже, нежели однообразнейшая тайна кривых зеркал. Давайте поясню. Андрей достал из своих тетрадок неликвидные для короля и шута тексты, написал ещё ворох таких же и начал клепать похожие друг на друга песни. Но мелодии же нет. В кише она была, а когда случалось проседание, слабые мелодии прятали за великолепными аранжировками, если не сказать великими, за вокалом «Михи» горшка, иногда прятали за шкафом. Сейчас же «Князь» сам себе хозяин, и пояснить ему некому, типа, чувак, лучше не надо, ведь эти песни слабы. Откровенно слабы, слабы во всём. Тексты повторяют сами себя, даже, блядь, гармонии калькируют друг друга. Ни одна песня не запомнилась с альбома, ничего не хочется переслушать. Возникает резонный вопрос, почему песни «Короля и шута» в исполнении Андрея? Хочется переслушивать, а песни группы «Князь» нет. Преодолений себя было очень много, но это же сцена, понимаете? Сцена — это же испытание каждый раз, к сцене привыкнуть невозможно. То есть каждый выход на сцену — это всё равно определённое испытание, сколько бы у тебя за плечо и не было концертов. И поэтому за это я и люблю. И вот это волнение, которое происходит перед каждым концертом, оно тоже прекрасно. Хуже, когда ты как бы вот это волнение не испытываешь. И я, знаете, я сознаюсь всю свою молодость, когда мы работали с «Михой в Короле и шуте», ну я же ни одного трезвого концерта не дал. Ну реально, ну всегда перед концертом исполняли. Вот, поэтому самый первый свой трезвый концерт я сыграл, уже будучи в группе «Князь». И хуже того, на «Нашествии». На фестивале «Нашествия» я впервые в жизни вышел «Трезвый». Вы понимаете, после такого опыта концертов я впервые вышел на «Нашествии» «Трезвый», и это был полный трэш. И у меня всё тряслось, что только можно. Я внутри себя проделал неимоверные волевые усилия, чтобы быть в своей тарелке. Ещё была, знаете, была опасность. Думал, а вдруг меня не будет самого переть, как это было, когда ты пил. Оказалось совсем наоборот. Перло очень сильно и очень круто. И главное, что, как потом выяснилось, алкоголь, он делал такую, знаете, шторы за створку перед тобой, между тобой и залом. А когда трезвый, этой створки нету, есть открытый контакт. Так что я понял, что пол жизни мимо кассы. 19 июля 2013-го умер последний, великий мелодист русского рока. Имя ему Михаил Горшенёв. Он совсем чуть-чуть не дожил до 40 лет. Причина смерти – токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотиков. Это потери. Вот. Но я думаю, что, по крайней мере, он бы этого хотел бы точно. После ухода, чтобы рок-аудитория, любители рок-музыки, скажем так, не были настолько разрознены и объединялись между собой. И чтобы рок двигался у нас, продолжал двигаться. Это потому, что вся эта сфера очень важна для многих молодых людей. Напомню, тело Михаила Горшенёва обнаружила его супруга в минувшую пятницу. Официальная причина смерти музыканта – сердечная недостаточность. Он оставил после себя 11 альбомов в составе группы Король и Шут «Сольник», «Я алкоголик-анархист», кучу концертных аудио и видеозаписей, а также многочисленные интервью и раритеты. Его голос знали все, его вокал поражал своей глубиной и многогранностью. Даже в последние годы жизни он не прекращал совершенствоваться. Пусть вокал с концерта «На краю» был полностью переписан в студии, но какой же он крутой. Насколько Горшок был талантлив, про таких говорят поцелованный Богом. Никто не ставил на поток хитовые мелодии, только Миха. Он умел сделать просто, но гениально, как это обычно бывает у тех, кто живет с Богом по соседству. Практически любая песня, вышедшая из-под пера Горшка, узнаваема с первой же секунды прослушивания. Это просто нереально. После его смерти началось настоящее паломничество. Образовались сотни групп, играющие песни в стиле киша, делающие музыку в стиле киша, одевающиеся в стиле киша и так далее в стиле киша. Лично я считаю подобные группы творческими импотентами. Проще всего срисовать, чем написать свою картину. Горшок у нас был один такой. Он оставил тучу наследия, а все его последователи не более чем крысы, пожирающие труп своего хозяина. Он даже после смерти смог их накормить. Вот и Миха кормит всех своих последователей и подражателей до сих пор. Интересно узнать, чего вы в жизни боитесь больше всего? Не знаю, какая-то психологическая, что ли, страх, вот, что в принципе в жизни самое неприятное, страх, когда люди боятся. А страха заразиться атипичной пневмонией, нет? Нет, не вообще, это все равно все. Страха умереть нет, ничего такого нет. Нет, я могу сказать то, что о жизни после смерти, потому что я таковую жизнь после смерти, я естественно не верю. Но я знаю то, что человек, умирая, может создать эту религию. Вот он умирает, да, в принципе, все. Если он умрет, ничего не будет, его ничего не будет. Но он умрет с чем-то в голове, в общем-то делом. И чем он умрет, тем он и будет жить после смерти, на самом деле. Хотя, в принципе, это будет буквально 10 минут, допустим, да, пока будет мозг жить, допустим. а потом ничего не будет. Я верю в небытие. Главное, что происходит именно в данный момент и сейчас. Еще я очень уважаю, но не как Бога, потому что Бога придумал человек, и это я знаю точно, уважаю Иисуса Христа, но как человека, не как Бога. Бывшие музыканты короля Ишута уже 10 лет ездят с самым распоследним туром памяти горшка. Те же 10 лет колесят по стране группы-косплейщики. Андрей Князев тоже уже позабыл свои песни и все больше поет лесника, фокусника и прочие танцы злобного гения. Не удивлюсь, если он уже поет воспоминания о былой любви и мертвого анархиста, которые были придуманы для Михи, и их может петь только Миха. Сегодня не будет рубрики «Галопом по рок-топам», так как в ней нет смысла, ведь умер последний человек, державший русский рок на плаву. После него не родилось ни одной группы, которая смогла бы хотя бы на километр приблизиться к той мелодике, которую нам давал Горшок. Можно сказать, что русского рока не стало. Осталось лишь вонючее болото, в котором бултыхаются крысы, пишущие песни в стиле киш, в стиле гроб, в стиле сектор газа, в стиле кино и оставшиеся в живых музыканты этих групп, катающиеся по стране с самым распоследним туром памяти усопших легенд. До новых синяков! Быть оптимистом и стараться в душе быть анархистом. Нет, только рокеры экспериментируют, что-то либо делают. Для художника, для творца, панк — это свернуть все генюки, которые есть, и экспериментировать. Сколько песен спета, Сколько сказано слов Об ушедшем от нас Короле шутов. Сколько взросло поколений Под агрессивный панк-рок Осиротела сцена, Когда ушел горшок. Где-то там, в небесах, Ждет артист. Впервые в рай попал Анархист. Вдруг раскатом грома Зазвенел телефон, С того света донесся Бархатный буритон. Мне так скучно здесь Достал прилизанный рай Эти молочные реки, Этот заоблачный край. В лучах солнца я вам прошу, Как бак Семен. Расскажи, Как же там на земле? Здесь тоскливо и пусто, На улице ждет Только ветер Заникает в души Сердца холодом шот Свирепый бесконечен Небо сыплет, Пепел выжигает глаза Уторми плети Под ногами стонет Ледяная земля Мир беспросветен Я вернусь и вещаю Мое место средь вас Господь впервые Подпишет приказ Об обратном пути О лестнице с неба О дороге домой В котором так долго не был И вновь На сцене улыбнется артист Подзовет за собой Анархист Исчезнет печаль Утихнет в душе Больный ветер Захнет свободной земля Под потоком дождя Смеваясь лиц Пепел Рассеется тьма Прояснятся глаза Сгинет тоска От сколны вернется Непременно дождемся Стало слепо кошка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько песен спета Сколько сказанных слов Об ушедшем от нас Королев шутов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok